всем привет да на меня в комментариях попросили рассказать как сделать вот такой вот эффект распадающийся на слои картинки мне стало интересно и я решил на самом деле попробовать его повторить и разобраться в том как же он работает сам эффект мы будем создавать в обычной композиции с обычными настройками но перед этим создадим композицию для фотографии с квадратными параметрами чтобы при изменении там всяких пропорций в изображении края особо не вылазили но переносим какую-нибудь сюда фотографию подгоним размер для этого эффекта хорошо смотрятся изображения в которых есть и темные и светлые участки тогда изображение нормально но на слои раскладывается по яркости и выглядит таким многослойным интересным если что-то будет преобладать одно то уже эффект будет настолько интересен перетаскиваем фотографию в нашу композицию пока масштаб не будем менять делаем сразу трехмерный слой потому что это будет летать в 3d и нам понадобится такой эффект называется он экстракт и работает на подобии кейнга только в качестве основы выбирается один из вот этих вот каналов данном случае мы будем брать конечно же освещенность и тогда вот таким вот образом создается прозрачность собственно если мы будем делать то вот у нас как раз те самые слои и получаются но мы будем использовать для этого expression и чтобы естественно не руками все это делать значит сальтом я жму сюда и сюда получается у нас несколько полевода для выражений выражение будет такие значит начинается с 0 и диапазон будет 30 но я опытным путем подобрал всего-то у нас от 0 до 255 соответственно если 255 разделить на 30 там примерно десяточек слоев получается если вам нужен допустим слоев больше соответственно уже диапазон брать не 30 допустим а 20 или 10 значит пишем здесь индекс индекс умножить на 30 а то есть в начале индекс это номер слоя в данном случае единица нам нужно получить чтобы начиналось 0 поэтому из индекса мы вычитаем единицу получится индекс минус 1 первый слой будет с нулем и как видите . равняется нулю а следующее просто индекс умножить на 30 тот же самый диапазон получается от 0 до 30 вот они эти два числа здесь и образовали если мы теперь продублируем этот слой видите как двигается этот диапазон зависимости от слоя номер которого мы выбираем но это пока ран я продублировал просто вам продемонстрировать сразу здесь вот можно подобрать мягкость краев чтобы вот это не выглядело таким грубым допустим займем 30 очку в обе стороны где-то в середине это будет выглядеть вот таким вот вот такой вот трапецией я думаю 30 очки хватит теперь займемся расположением слоев пространстве можно конечно тоже это делать с руками но зачем это нужно сальтом жмем сюда и пишем такую формулу ну давайте так вот так 640 то есть вот эти вот значения центра старый старого центра мы используем этот центр композиции а вот здесь по оси z мы пишем такую формулу идея индекс опять же мы будем использовать но этот индекс надо наверное на что-то умножить чтобы можно было этим диапазоном она проанимировать и регулировать его вообще параметр если мы так вот сейчас ведем получится что каждая новый созданный слой будет во первых создаваться вот эта вот маска как видите и позиция положение в пространстве будет немножко сдвигаться 123 создадим к мы новый нулевой объект в нем и сразу его вниз короче тащим и в нем создадим эффект слайдер control который находится в служебной группе expression control таки специальные эффекты которые можно использовать в качестве входных данных для выражений в данном случае просто вот это число которое мы теперь должны умножить на индекс ну и как видите есть теперь двигать то и будет меняться изображение при создании клонов естественно диапазон расстояние между изображения будет увеличиваться поэтому вот если мы создадим их несколько штук и пойдем сюда как видите изображение как раз и начинает раскладываться на те самые слои которые нам и нужны еще одну вещь не хотелось тут реализовать дело в том что например когда какой-нибудь слой будет приближаться к камере он будет резко из-за нее появляться вот как в эти момент мне этого хотелось избежать я нашел вот такой замечательный урок в котором автор как раз и рассказывает как подобный эффект сделать у него здесь есть выражение который вычисляет расстояние между камерой и слоем и эту разницу пытается запихнуться вот в эти вот начальные рамки соответственно если мы вешаем на прозрачность здесь вот сразу пишем 0 тут они в оригинале привязаны к слайдерам но я думаю это излишне слишком простая задача у нас чтобы использовать здесь лишние слайдеры незачем нагружать сцену чтобы эту формулу руками не набирать ищите в описании к ролику на ю тубе вот вот это выражение мы прописываем на на прозрачность на прозрачный слой вот эти вот удаляем пока они не нужны мы потом просто все склонирую опять же сальтом щелкаем вставляем формулу вот и теперь если объект будет приближаться камере давайте я временно покажу как это работает видите он очень плавно свою прозрачность теряет собственно этого мне и нужно было получить но включаем формула включаем эффект и делаем копии пока последний эффект не полностью не покроет изображение видите с этот трапеции она съезжает но соответственно 9 последний пока все это выглядит как картинка но на слои уже растягивается как я вам и говорил в начале хорошо смотрятся те изображения которые имеют много в себе разных областей в данном случае лицо попадает примерно в одну и ту же область по яркости поэтому эффекта ну так не особо наблюдается в основном по краям давайте попробуем другую фотографию на самом деле на всякий случай подготовил видите зачем я делал при композицию чтобы мы могли потом легко изображение поменять и в эффекте все тоже поменяется но здесь вот смотрится таким вот образом и здесь так на ноль сбросим посмотрим как у нас выглядит камеру надо немножко отодвинуть чтобы все изображение помещалось ну вот такой вот эффект теперь сделаем ему анимацию но прежде немножко подумал и решил что центр композиции вокруг которого собственно точка летает ее лучше поместить в какое-нибудь место где нету такого большого заливочного пятна чтобы интересней мне кажется так будет лучше смотреться если этот большая область будет не в центре а где-нибудь сбоку пролетать а в любом случае какое-то изображение должно будет появиться но лучше его сделать в центре как можно меньше и итак к анимации приходит вот у нас камера допустим 5 секунд анимации мы значит анимируем финальное положение еще думаю давайте добавим вращение по оси по оси z и и у параметра вот этого слайдер который мы создавали который собственно все это регулирует тоже делаем анимацию ну где-то вот в этом месте она начнется задаем ей какое-нибудь значение а в начале композиции камеру просто отодвигаем допустим ну вот сюда чтобы не было видно и повернем но на 50 градусов но теперь в конце сделаем изи 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 им с помощью f9 но и тут думаю тоже можно сделать и посмотреть что получается но пока это выглядит вот таким вот образом на мой взгляд конечно медленно поэтому мы сделаем сейчас вот что во первых для всех слоев ключи motion blur который участвует в анимации включим него естественно для сцены чтобы он начал просчитывать это немного края сгладят и общую скорость я думаю мы увеличим в два раза где-нибудь вместо 5 секунд две с половиной сделаем я выделил все ключи и сальтом alt нажимаю и вот так нажимаю чтобы было покороче и посмотрим что получится ну собственно вот как справками выглядит эффект гораздо динамичнее стал побыстрее вот так мы в принципе достаточно легко получили если вам нужно что-то модернизировать допустим слоев сделать побольше то мы просто удаляем все слои вот в этом формула выражения допустим хотим больше слоев сделать меняем здесь диапазон на 20 и нам потребуется сделать таких слоев гораздо больше пока они не заполнят все изображение с motion blur кстати считается гораздо дольше поэтому я его пока выключу и вот качество уменьшу ну вот примерно вот так вот ну как вы видите количество слоев я увеличил и соответственно эффект стал более такой слоистый собственно вот и все если вы захотите например двигатель в другую сторону то мы просто вот этот вот слайдер с помощью которого двигали как бы камеру двигаем другой стороны слайдер здесь у нас отрицательное тут если в положительную соответственно он будет как видите от камеры отдаляться тоже может интересный эффект наблюдаться на этом все не забываем ставить лайки и подписываться на канал а также просматривать другие мои видосы узнаете из них много всего полезного и интересного пока и